Всем привет! Меня зовут Халяпин Алексей. Сегодня я расскажу как добавлять баннеры в рекламную кампанию AdFox. Для этого зайдите в ваш аккаунт AdFox и выберите вкладку рекламные кампании. Здесь вы увидите уже созданные вами рекламные кампании. Найдите нужную и перейдите ее баннеры. Я возьму первую рекламную кампанию и иконочка баннеры. Здесь нажимаем кнопку добавить. У нас открывается список типов баннеров. Находим нужный нам и нажимаем на иконочку. Теперь у нас открываются шаблоны. Как раз те сущности, через которые мы будем добавлять баннеры. Они делятся на два типа. Системные и дополнительные. Системные шаблоны, они устаревшие и мы не советуем ими пользоваться, потому что могут возникнуть ошибки. Используем только дополнительные, которые добавляем сами при настройке аккаунта. Рассмотрим пример с добавлением картинки. Баннер image loader. Нажимаем на иконку и видим поля баннера, которые нам надо заполнить. Название необязательное. Если не укажете, там будут циферки. Приоритет баннера по умолчанию 100. Если хотите, можно изменить на любой. Например, если у вас будет два баннера в рекламной кампании, то каждому из них можно указать свой приоритет. Одному 100, другой 200. У того, у которого 200, будет показываться чаще. Статус активен. Баннер показывается. Приостановлен завершен. Баннер не показывается. Приостановлен можете выбрать вы. Когда наступает дата окончания, баннер автоматически становится завершенным. Отключен на новых площадках. Если стоит галочка, значит, когда вы будете добавлять новые рекламные места, баннер туда автоматически размещаться не будет. Профиль таргетирования. Если вы часто размещаете баннеры с одинаковым набором таргетирования, например, по частоте, по операционной системе, по географии, всегда на одни и те же сущности, то вы можете заранее создать такой профиль и выбирать его у баннера. Тогда баннер автоматически будет таргетироваться на эти три сущности, чтобы каждый раз вам не выбирать это руками. События включены. Если поставить галочку, то вы сможете для каждого события в баннере получить отдельную ссылку и использовать ее по назначению. Далее нам надо выбрать изображение. Если у вас есть сторонняя ссылка, то вы снимаете галочку и указываете ее здесь обязательно с протоколом. Если картинка находится у вас на компьютере, то используем кнопку «Выберите файл». Находим нужную нам картинку и выбираем. Далее можно указать «Альт изображения». Дальше «Таргет ссылки». Это то, в каком окне будет открыта ссылка перехода с баннера – в текущем или в новом. Ссылка на промерочный пиксель. По умолчанию здесь стоит наш пиксель. Если рекламодатель вам присылает свои, то указываете их здесь. Можно добавить их сколько угодно через кнопочку «Дополнительный пиксель». Далее надо указать URL перехода. Обязательно с протоколом. Далее указываем ширину баннера. Можно указать в процентах или в пикселях. Если указываем в пикселях, то можно просто указать цифры. Если в процентах, то обязательно указываем проценты. Высота баннера указывается только в пикселях. Дальше можно выбрать расположение картинки, контейн или кавер. Это то, как она будет менять свои пропорции в зависимости от изменения экрана браузера. Имя атрибута класс контейнера баннера. Вы можете указать нужные вам классы, которые будут присвоены контейнеру баннера. И вы на них сможете повесить стиль CSS. В стиле для блока баннера, например, у вас рекламное место 300 на 600. Туда выгружается баннер 240 на 400. По умолчанию он будет прибит к левому верхнему углу этого места 300 на 600. Чтобы вам не обращаться к вашим программистам, чтобы они изменили на сайте стиля так, чтобы баннер стал посередине, вы можете это сделать в AdFoxy, просто указав нужный стиль в параметре стиля для блока баннера. Например, для центровки это margin 0 auto. Далее можно ограничить показы баннера всего, например, 1000 в сутки 500 и в час, например, 10. Те же самые настройки можно выставить для переходов. Например, 100 переходов всего, 20 переходов в сутки, 5 переходов в час. Указать дата-время начала и дата-время окончания баннера. При выборе дата-время начала, дата-время окончания можно указать точно в часах. Например, начать показывать его с 10 утра, а закончить показывать его в 9 вечера. После того, как все добавили, нажимаем кнопку добавить. Баннер у нас создался. Теперь давайте рассмотрим пример добавления баннера HTML. Нажимаем кнопочку добавить. Выбираем нужный нам тип баннера. Выбираем нужный шаблон. Баннер HTML5 для HTML баннеров. Здесь также, как и ранее, можно указать название. Если не укажем, будут циферки. Приоритет баннера. Это мы с вами уже все знаем. Перейдем к параметрам баннера сразу. Ссылка перехода. Обязательно с протоколом. То, куда будет ввести баннер при его нажатии. HTML5 код креатива. Если вам прислали верстку, то вы ее копируете и вставляете сюда. Если баннер сделан в Adobe Animate или в Google Web Designer, то вам присылают архив. И вы его добавляете через кнопочку «Выберите файл». Так же, как в примере с картинкой. После этого указываете ширину креатива в процентах или в пикселях. Если мы указываем в пикселях, то пиксели писать не обязательно. И высоту. Можно выбрать изображение. Это будет заглушка. То есть, если браузер не поддерживает HTML5, то покажется данная картинка. Нажимаем «Выберите файл». Находим нужную картинку. И выбираем ее. Имя атрибута класс контейнера баннера. Можно сюда указать классы. Они будут добавлены к контейнеру баннера. И вы на них сможете повесить ваши стили CSS. Использовать SafeFrame или нет. И также стили для блока. Для центрирования, как говорили раньше. Например, Margin 0 Auto. Показы всего. Сутки, час для баннера. Переходы всего. Сутки и час для баннера. Дата-время начала. Дата-время окончания. Выбираем. И нажимаем «Добавить». Баннер добавился. Мы с вами рассмотрели, как добавить баннеры в AdFox. На примере двух шаблонов. Субтитры делал DimaTorzok. Продолжение следует...